Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня хотел бы показать вам бой на премиум танке третьего уровня Т-127. А также я расскажу о его плюсах и минусах, немного об истории и расскажу как лучше применять этот танк. Начну я пожалуй с истории. Этот танк является гибридом реально существующего танка Т-126СП. Его вы даже можете увидеть в реальности в музее в кубинке. Также этот танк не был сделан, были только его чертежи и в общем-то в реальности его не существовало. Дальше хотел бы рассказать о его премиум возможностях. Но этот танк позволяет сразу быстрее прокачивать экипаж, потому что он элитный и также этот танк имеет неплохой фарм. Несмотря на то, что я много стрелял под калиберами, лично мне фарм понравился. Хотя конечно его и не сравнить с фармом на других уровнях. Но если вы играете, только начали играть в общем, то такой фарм вам будет как раз кстати. Плюс вас будет кидать максимум к четвертым уровням. И в общем-то вы сможете не только фармить, но еще и учиться играть на этом танке. Так как танк премиумный, вы можете пересадить с любого другого легкого танка экипаж без штрафа на этот танк. И быстрее его прокачивать, что я думаю тоже в принципе многим понравится. Также хотел бы сказать, что танк стоит 850 голды и у него 4 члена экипажа. Лучше всего экипаж подходит с танка А-20. Теперь переходим к плюсам и минусам этого танка. И к характеристикам. Начнем с пушки. Пушка у этого танка вполне неплохая. У ней высокий ДПМ. Перезарядка всего 2.19. Это без боевого братства и без вентиляции. Можно сделать даже меньше. Пушка не очень точная. Разброс конечно большой. Плюс еще ко всему очень долго сводится. Поэтому я стреляю чаще всего без сведения. И уже потом, когда перезаряжаюсь, досвожусь. Но в целом пушка хорошая. И она достает противников на любом расстоянии. Стоит также отметить, что танк маленький. И очень хорошо на нем подходит перк маскировка. Вот я поставил стереотрубу, маскировочную сеть и перк маскировку. И в общем-то такой вариант позволяет отлично именно играть в стиле засадного снайпера. Что я в принципе сейчас и делаю. Также у танка неплохая бронированность, что позволяет ему отлично себя определять в ближнем бою. Плюс и пушка подходящая, ДПМная. У него 40 мм лоб корпуса, 30 мм борта и корма. В общем, хороший угол там и можно отлично танковать. Стоит также отметить, что башня тоже 40 мм. Но в целом она пробивается чуть сложнее, как мне показалось. Вы наверняка знаете, что сейчас появился новый премиум танк ЛТП. Так вот, я могу сказать, что он в ближнем бою, по-моему, послабее, чем Т-127. А теперь поговорим о динамике этого танка. В целом она довольно неплохая, танк хорошо разгоняется. Максималка 38 км в час позволяет в целом отлично атаковать и, если что, вернуться на базу. Но мне не понравилось то, что все-таки танк не очень быстро поворачивается. Зато у него быстро крутится башня. Конечно, Т-127 совершенно не предназначен для того, чтобы светить. Ему не хватает скорости, ему не хватает обзора. Всего обзор у него 320 метров. Хоть это и лучший обзор среди советских ЛТ этого уровня, но все равно его мало. Также не хватает рации, она все-таки довольно плохая. Но в целом динамика меня удовлетворила. Мне ее хватало. И я на этом танке часто атаковал. Также могу сказать, что танк, в общем-то, универсальный. Он отлично может атаковать, продавливать какие-то направления, особенно когда находится в топе. Там можно танковать за счет брони и отлично раздавать всем за счет ДПМности пушки. Танк хорошо также проедает себя, как засадный снайпер. Хоть пушка не очень точная и плохой обзор. Но на этом уровне все куда-то спешат. По неопытности сливаются. И с помощью такой тактики вы можете набить много дамага и фрагов. Прямо как в этом бою. В целом я считаю, что этот танк стоит своих денег. Он, конечно, не супер нагибаторский, но на нем играть приятно и интересно. Для новичков этот танк будет полезен тем, что вы сможете немного подфармить, научиться играть. И сможете обучить экипаж. Для опытных игроков этот танк подойдет тем, что вы сможете на нем нагибать, например, в взводе или соло. И сможете, в принципе, отдохнуть в песочнице. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, дорогие друзья, что смотрели. Удачи вам в бою. И, кстати, сначала я записал бой, а потом уже комментировал. Пишите, как вам больше понравился такой стиль изложения. Или делать все, как и раньше. Записывать в бою и комментировать сразу. В общем, еще раз спасибо.